Добрый день! 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 В будущих реалиях возрастает спрос на курьерскую доставку, на доставку из онлайн-магазинов, поэтому бизнесу очень важно подстроиться под текущие реалии и получить инструмент, который позволит не только оптимально планировать маршруты, подбирать транспортные средства, но еще и управлять доставкой до конечного заказчика. И мы знаем, как такой инструмент получить, да, у нас есть огромный опыт, и применительно к нашей сегодняшней теме это можно реализовать достаточно в сжатые сроки. Ну и сегодня как раз-таки мы поговорим на примере группы, как группы компаний Лакро, как коллеги достаточно в сжатые сроки внедрили Axelot TMS X4. Ну, вначале хочется рассказать пару ключевых фактов о компании, о группе компании Лакро. Это крупнейший производитель и дистрибьютор лакокрасочных покрытий. На самом деле в России они занимают, входят в тройку крупных производителей лакокрасочных покрытий, поэтому с компанией Лакро мы знакомы достаточно давно, уже порядка 10 лет. Наше знакомство началось с того, что коллеги начинали свой выбор системы для автоматизации складской логистики. И вот в 2016 году мы внедрили им ВМС. По текущее время они на ней достаточно плодотворные, работают успешно. И буквально в этом году коллеги наконец-таки созрели к внедрению ТМС-системы, которую мы им успешно запустили. И на текущий момент, собственно говоря, в группе компании Лакро замкнутый логистический контур. То есть у нас в тесной связке интегрированы ВМС, ТМС, корпоративная система при помощи дотарион ЕСБИ. То есть мы говорим о том, что вся логистика стала прозрачная. Коллеги видят всю логистику, начиная от момента сборки заказа на складе до момента ее отгрузки. И в случае, если в плане, который был запланирован, какие-то идут отклонения, оперативно принимают решение, что же нужно сделать, чтобы точно в срок собрать заказ, точно в срок оставить его до покупателя. Ну и в целом, почему же такой произошел, наверное, перерыв между внедрением ВМС и внедрением ТМС? Коллеги достаточно долгое время производили планирование вручную. И как раз-таки предпосылками внедрения ТМС стало то, что у коллег увеличилось количество перевозок. Планировать вручную стало очень сложно, потому что планирование проходило, ну, фактически, можно сказать, на карте, которая разворачивалась на столе. Ставились флажки, да, планировались зоны. Поэтому вот в такой схеме работать было уже сложно. И, собственно говоря, коллеги приняли решение о внедрении ТМС. Ну и целями, конечно, стояло это оптимальное построение маршрутов. Причем, чтобы сам процесс построения маршрутов не занимал большое количество времени у логистов и переложить это все на систему. Ну, то есть планирование было необходимо как автоматическое, так и ручное. Ну, а так как коллеги в большей части используют наемные транспортные средства, то необходим еще был инструмент для того, чтобы подбирать оптимальных перевозчиков. То есть перевозчиков по стоимости, по качеству предоставляемых услуг. Ну и, конечно же, интеграцию с корпоративной системой, потому что ВМС, ТМС, корпоративная система, они должны жить в тесной связке, что, собственно говоря, у нас и было реализовано. Ну, а о том, как происходила реализация проекта в группе компании Лакро, в принципе, какие ставились задачи, какие были достигнуты цели, нам уже более детально расскажет Наталья. Наталья, передаю тебе слово. Да, спасибо, Люда. Так, коллеги, тогда приступим уже к следующей части нашей презентации. Самый главный вопрос, который, собственно, должен стоять перед заказчиком, а с чего же нам все-таки начать проект? Это одна из наиболее важных задач, которая должна быть решена заказчиком на этапе определения, что ТМС, она нужна, и она, конечно же, нам поможет. Какие же важные задачи должен поставить и решить перед собой заказчик? Первая, одна из самых важных задач, это, конечно же, определиться составом проектной команды, определить тот круг ответственных, которые будут передавать всю необходимую информацию нам, как проектной команде исполнителя. В состав проектной команды могут входить логисты, IT-специалисты, руководители подразделения, какие-то администраторы. Но чем меньше получается, да, и чем выделеннее этот штат сотрудников, тем проще, тем проще нам будет принимать какие-то решения, которые нам в дальнейшем помогут при автоматизации наших процессов и переноса их, конечно же, на функционал системы. Вторая задача, которая должна быть решена заказчиком перед тем, как запустить проект в реализацию, делиться с технологией внедрения проекта. В данном проекте, в конкретном, да, в группе компании LACR, была выбрана технология стандартного внедрения. Это немного про agile, а agile в проектах по бизнес-автоматизации – это про доверие к системе и консультанту. И, конечно же, третья задача – это рамки, рамки, рамки. Четко обозначить функциональные границы проекта для того, чтобы нам было максимально просто наложить их на функционал системы и в дальнейшем уже использовать при ее эксплуатации. Нужно определить пилотный объект, на котором как раз мы будем, да, тренироваться, а в дальнейшем и запускать всю систему. В группе компании LACR было определено два объекта, которые у нас находятся, даже, да, не находились, а находятся в Московской области. На них мы как раз и решили обкатать нашу систему и запустить ее уже в эксплуатацию. То есть дальнейшее развитие и перенос уже на какие-то другие подразделения компании заказчик возложил на себя. Определить набор требований к системе, то есть те функциональные опции, которые должны быть автоматизированы, что немаловажно, с учетом типового функционала, который на данный момент уже есть в системе. Определить, а кто же будет отвечать за обмен между системами, между корпоративной информационной системой и системой ТМС. В рамках проекта было определено, что обмен будет настроен под ключ, и он будет настроен силами исполнителя. Рамки, нужно также отметить, они устанавливаются не для исполнителя, а скорее, в первую очередь, для заказчика. То есть нужно уметь держать себя в руках для того, чтобы на этапе того же самого обследования или подготовки к запуску проекта, а там уже в автоматизацию, не уходить от тех функциональных опций, которые изначально были в него заложены. И тогда при соблюдении всех этих пунктов, выбора ответственных, определения технологии и ограничений в себя по функциональным границам, мы с вами можем с точностью сказать, что уложимся в те сроки, которые определили. А именно в рамках данного проекта внедрить и автоматизировать весь блок транспортной логистики за два месяца. Повторюсь, наверное, то, что уже Юлия говорила, какие предпосылки и цели были и стояли перед тем, как приступить к автоматизации системы. Конечно же, да, это рост количества заявок. И здесь мы не будем лукавить. Действительно на карте ставились флажки и устанавливался порядок объезда по точкам с ростом количества заявок, с ростом своих же подразделений это уже становится совсем неудобно. Что-то может потеряться, что-то можем просмотреть. Поэтому нужна что? Нужна система. И, конечно же, уйти от ручного планирования на карте – это одна из самых главных и даже в последнее время задач не только в том проекте, который мы сейчас представляем как пример, но и во многих других. Ну и также коллеги хотели оптимизировать затраты на транспортные расходы за счет оптимизации и муштизации, то есть правильного построения порядка объезда точек и включения конкретных точек в нужные рейсы, дабы сократить как раз эти затраты. То есть цели были следующие – автоматизировать перевозки, настроить взаимодействие с перевозчиками, ну и, конечно же, это обмен, да, то есть чтобы у нас ничего нигде не терялось, чтобы вся информация была загружена в систему, спланированные те же самые рейсы поступали далее при необходимости в КИС, в ВМС для дальнейших обработок. Немного о границах проекта. При начале автоматизации системы количество заявок было оговорено до 200. В принципе, это немало, да, бывает, конечно же, и меньше, то есть это такое среднее значение документов, которые обрабатываются ежесуточно. Заявки на перевозку грузов поступали из корпоративной информации, ну, в принципе, они и поступают, да, то есть можно и так сказать. А, поступали из корпоративной информационной системы, и заявки у нас обрабатывались какие? Унимодальные, то есть это напрямую от склада до клиента, а также мультимодальные, то есть часть заявок, часть потребностей клиента обрабатывалась через терминалы транспортных компаний. И важным критерием, да, границ проекта было, что часть заявок должна быть доставлена точно в срок. То есть если нам сказано привезти в 12, значит, мы должны сделать так, чтобы у нас эта заявка, да, этот заказ клиента должен быть доставлен точно в срок. Здесь хотелось бы еще акцентировать внимание, чуть-чуть отойдя от рамок проекта, что помимо заявок на перевозку груза, система может также управлять и фиксировать, учитывать заявки на спецтехнику, заявки на пассажирские перевозки. То есть они обеспечиваются, обрабатываются по упрощенному, да, механизму, при этом мы можем давать конкретные задания на спецтехнику, на работу, да, на определенных объектах. То же самое и по пассажирским перевозкам мы можем загрузить в заявку маршрут, откуда мы в большинстве случаев своих же сотрудников, да, собираем по местам их проживания, либо от каких-то станций автобусных или железнодорожных и должны доставить на предприятие, ну и, соответственно, по факту окончания рабочего дня отвезти обратно. Здесь нам интересно что? Нам интересно фиксировать затраты, да, которые мы несем по факту выполнения этих задач по ГСМ, обеспечения самих транспортных средств, это, то есть это ремонты, ну и какие-то дополнительные затраты. Далее. Заявки, которые поступали в систему, конечно же, все подлежат планированию в рейсы. Как Юлия до этого сказала, да, в данном случае заказчик у нас использовал только наемные транспортные средства. Ну, решил, что не нужно тратиться на собственный парк, но это не всегда, да, не всегда так, да, потому что мы умеем и то, и другое. Соответственно, планирование рейсов по заявкам, поступившим к нам, производилось как на следующий день, так и на периоды, да, там, большие. Почему? Потому что с основного склада, складов, да, Московской области заказы должны быть доставлены в региональные, да, там, распределенные центры. То есть здесь мы понимаем, что у нас машина до Новосибирска, ну, никак она за один день не доедет, минимум неделя, с учетом тех еще, да, там, работ, либо на отдых водителя, да, либо на смену двух, должны быть учтены в системе. При планировании использовалось рабочее место, да, это функционал системы именно, планирование рейсов, собственно, это автология, но оно так и называется. И мы прибегали как к ручному, так и к автоматическому планированию. Вот как раз вот тут, да, именно в нем сдавались настройки по учету времени доставки к определенным клиентам. В основном, в основном, да, те, кто просит нас доставить точно в срок, это сети, либо точки, находящиеся на каких-то рынках, да, там, базарах иногда так говорят, когда вот, ну, позже уже либо совсем неудобно, либо большое количество транспорта будет от других, да, там, поставщиков. Поэтому это все четко учитывали. Планирование велось на виртуальные транспортные средства, то есть это типы машин, да, там, с учетом их вместимости по грузоподъемности по массе, либо по объему перевозимого груза, а дальнейшим назначением, да, там, конкретных перевозчиков, конкретных транспортных средств занимались уже, ну, чуть позже. Почему? Потому что перевозчикам был предоставлен доступ в систему как внешним пользователям на тендерный портал Аксиотов СМС-4. Здесь хотелось бы сразу отметить, что это не наш, не внутренний портал, да, какой-то аксиотовский, а это ваш портал при настройке системы, куда могут войти те перевозчики, с которыми у вас заключено соглашение на оказание услуг, да, по доставке груза. Соответственно, таким поставщикам предоставлен доступ в систему, ну, конечно же, с ограниченным набором прав, то есть они видят только свои заявки, обрабатывают только свою НСИ, ну, и есть возможность видеть наилучшее предложение, то есть есть возможность поиграться между перевозчиками, которые хотят осуществить перевозку по поступившей к ним заявке. То есть на стороне ТМС, Аксиот ТМС, по рейсу, да, который спланировал логист, формируются заявки на транспортные средства, которые отсылаются нескольким перевозчикам. В заявках как раз может быть указана вся необходимая информация, конечно же, это маршрут движения, да, это масса перевозимого, там, объем перевозимого груза, в зависимости от того, какими показателями мы изначально пользуемся. При этом, может быть, еще какие-то дополнительные характеристики по грузу указаны вплоть до номенклатурного состава. Эта заявка поступает, может быть, кстати, уже сразу, да, с указанием той стоимости по перевозке, которую хотел бы видеть клиент, ну, клиент это, то есть мы, это наша лакра, да, и предоставляет эту информацию перевозчику. Далее, перевозчик, видя эту заявку, формирует предложение, где он может сразу, а может и чуть позже указать информацию по транспортному средству, по сотруднику, приложить какие-то необходимые документы, которые он может предоставить на оказание этих услуг. Помимо заявки также присылался, присылался, ну, документ, получается, форма договора заявки, которая также в печатном виде, да, перечислены все характеристики по тому рейсу, который необходимо выполнить. Получаем предложение, логист в системе, да, так как они работают у нас, да, в нашей системе, обрабатывают заявки, тут же видят поступившие предложения, и на основании своего опыта, да, там, кто быстрее, кто надежнее, а у кого рейтинг повыше, выбирает победителя, ну, и, соответственно, подтверждает тем самым ту заявку, которую считают нужным. Также приходит подтверждение заявки самому перевозчику, всем остальным участникам тендера, приходит отклонение, да, по возможности поиграться, так как уже определен победитель. Как здесь также указано, да, по функциональным границам, количество перевозчиков до 40, и, соответственно, их возможность работать в одной системе. Понятно, что постоянно сидеть в тендерном портале и нажимать кнопочку F5, дабы обновить, да, там поступающий документ не нужно, а параллельно также идет оповещение, например, на почту. На почту можно не ограничиться, можем также смс, например, рассылать о том, что вам поступила заявка. Будьте любезны пройти по гиперссылке, вот вложенный документ договора о заявке, обработайте, ждем от вас предложения. И, конечно, да, слайд чуть попозже, по поводу задач, которые непосредственно нам ставили, да, как исполнители. Мы должны были обязательно и сделали это, провести обследование процесса заказчика и максимально точно зафиксировать ту потребность, которая должна быть пересена на функционал системы. Конечно же, за рамки, которые заказчик изначально нам поставил, мы старались не выходить. Если что-то и было выходящее, то всегда стараемся это наложить на типовой функционал. То есть мы подготовили протоколы совместные, их согласовали. Далее мы перешли к настройке макета системы, который по факту подготовки должен быть представлен и сдан. Что такое настройка макета системы? Это вот все внутренние информации, внутренние нормативно-справочные информации, которые необходимы для обработки заявок, рейсов, да, и, как бы, множество других каких-то, да, там, процессов, которые должны быть внесены до того, как мы начинаем работать в ней. И, конечно же, это работа, связанная с настройкой интеграции. Это внешняя нормативно-справочная информация, которая должна быть также в нее загружена. Проводится настройка макета, прогоняются процессы, также согласно, да, там, установленным в протоколе данным, и этот макет демонстрируется и принимается заказчиком. По факту приемки макета системы, да, мы, конечно же, и всегда это есть в любом проекте, проводим обучение пользователей. То есть мы стараемся передать максимально все навыки работы в системе, ну и, конечно же, в дальнейшем провести аттестацию, да, дабы выявить впереди идущих и отстающих. Было уже дальнейшее, да, там, принятие решения на стороне заказчика, доп. обучения, исключения из проектной команды. То есть все было, разное бывает. На примере группы компании «Лакро» у нас таких не было. То есть все сотрудники заказчика, которые вошли с нами в проект, также с нами до конца его и прошли. Да, вошли и прошли. По факту проведения обучения проводится пробный запуск. Значит, в чем заключается эта, да, там, функция с нашей стороны как исполнителя? То есть мы перенесли все настройки уже на рабочие базы, включили к обмену рабочую и корпоративно-информационную систему и начали работать параллельно, да, обрабатывать и в ТМС заявки, ну и, конечно же, да, там, работать еще и по-старому, но уже, да, с большим погружением во новый процесс, когда у нас работает с вами система. По факту пробного запуска, конечно же, далее идет уже запуск в промышленную эксплуатацию. На этом этапе мы обеспечиваем, да, сопровождение с помощью нашего консультанта, который находится на территории заказчика и оказывает помощь, если вдруг, ну, кто-то где-то в чем-то запутался и нужно просто помочь. Такие задачи перед нами стояли, и, конечно же, да, там одна из главных задач – это уложиться в те сроки, которые мы оговорили изначально при старте. Что такое интеграция под ключ, да? Интеграция под ключ говорит о том, что всю информацию, которая должна быть выгружена, загружена и обратно выгружена, возможно, да, там в корпоративную систему, делается нами, нами, исполнителем. Для этого нам, конечно же, всегда нужно, чтобы заказчик предоставил полную информацию по правилам обмена. Почему? Потому что на опыте внедрения проектов, да, вот часто спрашивают, а есть ли у вас какие-то типовые обработчики с типовыми информационными системами? Вот поверите или нет, ни разу не встречала ни одной типовой системы, ни ERP, ни управления торговлей, ни УПП, сразу есть все что-то доработанное. Если мы посмотрим на пример группы компании Лакро, то корпоративная информационная система использует в них управление торговлей, и, конечно же, да, есть стандартные документы реализации товаров, услуг перемещения товаров, а нет. Для того, чтобы обеспечить перевозку, был сформирован дополнительный документ, заявка на доставку, который выгружался к нам в ТМС в качестве заявки на перевозку. Плюс при загрузке данных обрабатывалась информация по входящим как раз РТУ, заказам на перемещение, каким-то прочим перевозкам, внутренним заказам для правильного формирования и распознавания количества мест, которые мы должны перевести. Ну, здесь я опустила, да, там, внешнюю информацию, которая должна быть, да, настроена, загружена, это справочники, да, которые также мигрируют из корпоративной системы, ну, в систему ТМС, партнеры, адреса, возможно, да, там, соглашения какие-то, как с заказчиками, так и с перевозчиками. Значит, мы реализовали загрузку всех справочников документов, формирование рейсов осуществляется в системе ТМС, и документы рейс, рейсы сформированы, выгружаются обратно в КИС в маршрутный лист. Это тоже еще один из документов, которого явно нет в управлении торговли. Для чего выгружается обратно, да, там, зачем он нужен? Для того, чтобы печать сопроводительную документацию, ну, собственно, как была настроена в корпоративной информационной системе, так она и осталась. Здесь можно также отметить, да, что такая возможность есть и на стороне ТМС, если мы с вами полностью загрузим всю необходимую информацию в разрезе номенклатуры, в разрезе ее стоимости, ставок и так далее. То есть такая возможность есть, но коллеги остались, как бы, да, пока-пока на стороне корпоративной информационной системы, возможно, да, в будущем они перейдут и на работу в ТМС. Это про интеграцию. Вклинились, вклинились в уже настроенные правила обмена. Почему? Потому что ВМС и КИС, да, которая, как Юля сказала, в 16-м году была уже настроена и запущена, уже работала. Ну, и мы так вот аккуратненько присоседились и забираем, отдаем всю ту необходимую информацию, которая должна быть обработана в ТМС. Что же мы получаем, да, по факту обработки заявок, формирования рейсов, работы с перевозчиком? Конечно же, самая важная информация, которая должна быть, да, у руководителей – это отчетность. Во-первых, это удобно, да, когда мы в рамках одного отчета видим всю необходимую информацию по рейсу и входящим в его состав заявкам. Здесь вот даже на слайде представлено, да, отчет по рейсам, заявки, клиенты, адреса получения. Ну и, возможно, просто чуть-чуть я, да, так обрезала этот отчет. Вот, а это даты, даты по получению уже фактически груза клиента. В рамках проекта мы настроили автоматическую рассылку заинтересованным сотрудникам отчетов для проведения уже внутренней какой-то аналитики, какое количество заявок поступило, какое количество заявок обработано, ну и, соответственно, для принятия уже каких-то управленческих решений. Результатами нашего внедрения оказались следующие, да, факты, что мы, ну, все-таки, как и хотели, да, мы ушли от планирования на бумаге, мы умеем планировать на несколько дней вперед, мы настроили взаимодействие с перевозчиками через тендерный портал, и мы также настроили автоматическую рассылку отчетов. И что? И мы уложились точно в сроки. Из-за чего? Из-за того, что мы понимали четко, что мы должны настроить, и какой функционал хочет видеть заказчик, и к чему мы, собственно, и стремились. Страннейшие планы в группе компании Лакара – это тиражировать систему уже, да, в регионы. Сейчас она обкатывается, да, в ней работают именно здесь у нас, в московском регионе. Далее пойдет уже за пределы, ну, и, возможно, какой-то доп. функционал, да, который будет полезен, будет полезен заказчику для анализа, да, анализа выполненных заявок, возможно, даже исполнения тех же самых рейсов. А выгоды, какие мы можем получить от Аксилот ТМС? Во-первых, мы исключаем привязку к историческим сотрудникам, потому что процессы становятся намного прозрачнее. Мы сокращаем количество рисков, да, даже с помощью того, что настраиваем обмен. Аксилот ТМС – это не реклама, да, гарантирует доставку всех сообщений, которые формируются, да, фиксируются, получается, к выгрузке и попадают уже в Аксилот ТМС для дальнейшей обработки. Экономят трудозатраты логистов. Ну, вы тут понимаете, да, взять флажки и наставить, потом еще правильно найти на карте, то есть, ну, как и вариант, конечно, умные логисты, да, и знаю это все распределение по карте, вот. Но в системе, когда все эти заявки, да, выводятся на карту с помощью, там, того же самого сервиса геокодирования, они сразу появляются, и не нужно их глазками нигде искать. Гарантирует точное соблюдение всех критериев, эффективной работы, да, то есть, что мы должны когда кому куда-то ставить, каким образом нам нужно сделать. Ускоряет и контролирует, да, формирование рейсов, подбор транспортных средств, подготовки, да, и учета с управленной документацией для перевозчиков. Здесь вот хотелось бы на следующих, да, слайдах поговорить еще немного про расширенный функционал системы. Да, он еще пока не используется в группе компании «Лакро», но что умеет система помимо управления заявками, формирования рейсов работы с сторонними перевозчиками, ну и, конечно же, настройки интеграции между системами, умеет также ввести учет и контролировать факт выполнения рейса. Вот как Юля сказала, автоматизировать водителей. Работу водителей. Да, да, вот тоже хотела как бы поправить. Именно работа водителей с помощью мобильного клиента, приложения, которое устанавливается на смартфоны, планшеты с операционной системой Android, и мы в онлайне видим, а как же у нас идет от исполнения конкретного рейса. Устройство, ну, понятно, устройство на устройство, приложение, да, там установка приложения не привязывается к устройству, то есть оно скачивается с плеймаркета и устанавливается, соответственно, на устройство водителя. Да, есть отдельное рецидирование, но без привязки к устройству. Если рейс спланирован на определенного, да, там сотрудника, то, соответственно, он становится доступным по факту авторизации в этом приложении. Если рейса нет, значит, ну, значит, нет, значит, не повезло, значит, кто-то другой будет у нас исполнять этот рейс. А приложение, когда устанавливается, кстати, да, на устройство, автоматически включается учет местоположения. Здесь, скажем так, устройство, не совсем машина, потому что экспедиторы, водители у нас могут все-таки передвигаться без машины. И так как идет связь либо через вышки, да, там сотовой связи, либо через эти, как их спутники, вот, мы видим фактический маршрут, который исполняет, собственно, у нас там экспедитор, водитель, там, вместе с транспортным средством, когда они передвигаются. И этот фактический маршрут отображается на карте с наложением на что? На плановый. Позволяет это приложение детально просматривать информацию как о партнере его контактных информаций с возможностью связи, да, там, позвонить на какой-то, да, там, телефон контактного лица, так и информацию о грузе. Что мы везем, в каком количестве мы везем и так далее. На данный момент, на данный момент умеем и работаем с точностью до товарного состава, причем фиксируем при необходимости, ну, при возобновении, наверное, таких причин, проблемы, которые могут возникнуть у нас там при передаче груза грузополучателю. То есть с точностью до номенклатуры. Говорим, что он нас забирает, что нам оставили в кузове транспортного средства, что нам завод недовложил в заводскую упаковку. И мы обязаны какой-то, да, некачественный товар, возможно, не по заказу или, возможно, не подходящий по сроку годности, привезти обратно на склад. Все фиксируется, логист это сразу видит, и мы понимаем, что мы можем отдать эту информацию не только в корпоративную систему, но и в складскую систему для того, чтобы коллеги наши на складе, да, ожидали приход машины с возвратом по определенным документам, которые изначально поступили в систему. Ну и, конечно же, приложение фиксирует, ну, точнее, водитель или экспедитор в приложении фиксирует факт прибытия, факт убытия, факт начала выполнения работ, а и, возможно, даже приложение там фото, файлов из устройства к определенной точке, к определенному заданию, который также может уже в онлайне, при наличии связи увидеть логист. Это кратко про мобильный клиент, при необходимости, конечно же, мы можем более точно, да, там его и показать, продемонстрировать, но уже не в рамках нашего вебинара. Также в системе можно как раз и вести учет документов, да, сопроводительных документов, которые могут быть выданы, да не могут быть выданы, да, наверное, еще не все на электронный документ оборот перешли, могут быть зафиксированы в рейсе, в разрезе грузополучателей, в разрезе либо типов документов, которые мы должны получить, передать грузополучателю, подписать с его стороны и вернуть обратно. При этом факт подтверждения того, что мы везем обратное, и получатель нам согласовал, подписал наши печатные формы, можем с помощью устройства отсканировать и как файлы в мобильном клиенте приложить уже к конкретному прохождению точки по рейсу. Ну и вот еще одна, да, возможность в системе, это вот печать справедливой документации, ну, как я уже говорила, да, с возможностью ввода всей необходимой информации. Ну и как же мы, и без учета собственного парка, это отдельный, ну как не отдельный получается, отдельный раздел в системе, то есть она у нас получается комплексная, да, умеет работать с заявками, планировать, вести учет затрат, умеет интегрироваться с телеметрическими системами, да, умеет забирать данные от мобильного клиента и, конечно же, вести учет собственного парка. Ну, подразумеваем под учетом собственного парка, это, конечно же, вся МСИ по машинам, вся необходимая информация по ним и в разрезе номеров, в разрезе каких-то дополнительных характеристик, что она может, сколько можем на ней перевозить, да, там, по массе, объему, по местам и так далее, кто постоянно на ней может работать, да, то есть мы можем застолбить сразу экипаж, который будет только на ней работать, но здесь все зависит именно от подхода, могут или не могут, либо в пятидевку работающие, да, там, компании, понятно, что застолбили экипаж, они выполняют свои работы. Да, конечно же, конечно же, вести учет путевых листов и всю связанную с ними информацию, да, там, как информативно-справочную, ну, и, соответственно, фактическую. То есть задаются нормы расхода ГСМ, ведется несколько видов ГСМ на одном транспортном средстве при необходимости. Путевые листы выписываются в рейсы, да, либо на основании заявки, если мы с вами говорим про спецтехнику или пассажирские перевозки. В путевых листах, конечно же, фиксируется начальный пробег, начальный остаток топлива в баке, по факту возвращения, да, если, например, есть интеграция с процессинговыми компаниями, да, то у вас можно даже загружать эти данные по заправкам, да, и, соответственно, также при интеграции с телеметрией можно забирать данные по пробегу оттуда. Если установлены, да, там, датчики по контролю уровня топлива в баке, то, пожалуйста, да, там нам даже не нужно ничего вводить, в путевых листах нам нужно только отметить стоимость литра топлива, для того, чтобы в дальнейшем система у нас ввела с вами, что правильный учет затрат в разрезе данных вот путевых листов. Контролируются их статусы, да, то есть есть статусы и выдан, и возвращен, ну и, конечно же, окончательно это закрыт. Ну, идеальный, конечно же, вариант, да, выдавать и закрывать путевые листы ровно тогда, когда машина у нас выезжает из гаража, да, и возвращается в гараж. Не всегда получается, поэтому у нас, конечно же, есть возможность и выдавать по факту незавершения, да, там, незакрытие еще предыдущего, уже новое. И мы никак не могли обойти стороной также функционал по учету ремонтов, да, и то транспортных средств в системе. Почему? Потому что это тот большой там блок, да, по учету косвенных затрат, которые ложатся у нас на транспортные средства, на дополнительное оборудование, на агрегаты, которые мы можем отдельно ремонтировать, формировать документы и отмечать факт тех работ, которые выполняются либо с собственными силами, либо с привлечением сторонних сервисных организаций, да. То есть мы фиксируем работы, мы фиксируем их стоимости, мы фиксируем запчасти, которые мы устанавливаем на транспортные средства. Все имеет свою стоимость, которая ложится у нас на что? На транспортные средства. Для дальнейшего уже анализа, как в разрезе транспортных средств, так и на общий финансовый, да, там, результат компании. Как раз следующий слайд, да, по учету затрат, здесь хотелось бы отметить, что не только, конечно же, да, там, затраты, здесь у меня указаны на слайде, доходы мы можем учитывать по заявкам на перевозку груза, ну и, соответственно, расходы по рейсам и расходы на обеспечение собственного парка. То есть по доходам здесь, да, как бы, наверное, понятно, что поступил к нам документ, потребность, да, там, от клиента, которую мы должны обеспечить, мы можем рассчитать свою доходную часть на основании тех параметров, которые у нас есть в заявке. Учет доходов и расходов строится на основании правил расчета тарифов, которые мы вводим в систему и которые нас отвечают как раз за правильный расчет на основании данных, которые есть либо в заявке, либо в рейсе. Ну и, соответственно, да, там мы ведем учет плановых доходов, плановых расходов и по факту выполнения и заявок, и рейсом ведем учет фактических доходов и расходов. Если брать, например, в расчет, ну, не в расчет, наверное, а если взять сейчас рассмотреть затраты, каким образом, да, там они ведутся, да, с вами могут быть что? Прямые затраты, косвенные затраты и затраты будущих периодов. Весь вот этот вот набор по учету затрат доступен в системе, легко настраивается, и по факту закрытия месяца, да, есть у нас такая процедура в системе, похожая на бухгалтерскую, осуществляется распределение как прямых расходов, так и косвенных расходов и расходов будущих периодов. Здесь все это фиксируется с возможностью анализа, с возможностью распределения, да, там, между заданиями в рейсе, между заявками, вплоть до грузовых мест, до видов номенклатуры. То есть мы получаем финальный результат, ну, по факту, да, там, выполнение работ в рамках, да, обычно, обычно месяца, да, на основании которого мы уже можем с вами какой-то анализ построить. Вот. Ну и как, да, заключение, а это, по-моему, последний слайд на моей презентации, вот, в группе компании LACRA, исходя из того функционала, который перед нами поставили для автоматизации, мы внесли в систему, автоматизировали все, и точно в срок. Типовой функционал, да, системы довольно-таки обширен на данный момент, поэтому старались не прибегать к каким-то доработкам, ну, и вообще, как бы, да, там, мы не рекомендуем это изначально, если уж процессы совсем сильно не ложатся, да, там, на функционал того, что сейчас имеется, запустить сначала типовой, а далее уже, да, там, настраивать систему и дорабатывать конкретно под себя. Здесь как раз на примере группы компании LACRA хотелось бы отметить, что проект ВМС, да, запускался ранее, подход наш как исполнителей им был уже понятен и ясен, при этом при реализации, да, при автоматизации транспортной логистики они уже четко понимали, что они хотят. Собственно, этого они и добились, продолжают вести работу в ТМС и смотрят на будущее, что они хотят еще, да, автоматизировать, куда они ее хотят расширить, ну, и, соответственно, уже обрабатывать по ТМС. спасибо вам за участие, спасибо за такое большое количество вопросов, хорошего вам всем дня, а кто уже на Дальнем Востоке, наверное, спокойной ночи. Вот, коллеги, всего хорошего, спасибо за внимание, до свидания. До свидания. До свидания.